Здравствуйте, товарищи! Вот такой вопрос, как классифицировать различные виды труда, он постоянно встает. И я хочу сразу сказать, что мы со своим коллегой, доктором экономических наук, профессором Золотовым из Нижегородского государственного университета, мы этот вот такой спрос решили удовлетворить раз навсегда. И подготовили такую книгу, которая называется «Философия производительного труда». И вот там вся необходимая классификация проведена, на неё эта книга находится у нас на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». Эта книга в электронной библиотеке государственная находится, в Российском информационном научном центре, Геолайбрери. То есть эта книга и там очень много имеет посещений, и все люди, которые хотят в этом вопросе серьёзно разобраться, они могут её взять, почитать, посмотреть и получить ответы на эти вопросы. Но это не стоит рассматривать, что я уклоняюсь от того, чтобы на этот же вопрос ответить в эфире. Классификация всех видов труда начинается с того, в соответствии с марксистской традицией, что сначала выделяется тот труд, который лежит в основе всего человеческого существования и развития общества, и всех его институтов, и материальных, и духовных, близко ли, далеко ли относящихся к материально-производительному труду. Относится он и к детям, и к их существованию, и к существованию пенсионеров, и инвалидов. То есть это вопрос о том, кто непосредственно создаёт материальные блага. И вот надо выделить сначала, если мы марксисты, и знаем, что в основе всего общественного развития лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни, надо выделить прежде всего производство материальных благ. И вот труд, который непосредственно производит материальные блага, называется материально-производительным трудом, или просто производительным трудом, или производительным трудом в смысле Адама Смита, О чём Карл Маркс пишет в третьем томе «Капитала», потому что, говорит, если вы берёте труд просто как какую-то полезную деятельность, то полезных деятельностей очень много. Из всех видов полезной деятельности надо выделить один, который производит материальные блага, потому что это вот с этим трудом связано существование общества. Независимо от того, сколько там, какова его производительность, сколько человек этим занимается, много или мало, но для того, чтобы заниматься наукой, искусством, культурой и так далее, нужно есть, пить, одеваться и иметь крышу над головой. А это всё то, что решает материальный производительный труд. Какое определение материально-производительного труда? Это труд, непосредственным и основным результатом которого является вещь, энергия или перемещение вещей и энергии в пространстве. Почему непосредственно? Потому что опосредственно очень многие люди участвуют в производстве. Например, Макс пишет, что всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нужна из управления, которое осуществляет связь индивидуальных работ и обеспечивает функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. То есть современное производство, оно неосуществимо, невозможно без управленческого труда. Хотя управленческий труд непосредственно материальные блага не создаёт. И вот Макс пишет, что отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижёре. И вот такие дирижёры нужны в экономике, они необходимы для развития производства. Нужен для развития производства инженерный труд, нужен для развития производства научный труд, потому что современное производство Маркс называл технологическим применением науки. Наука. Писал Маркс, Wissenschaft, knowledge, то есть общественное, всеобщее общественное знание воплощается в основном в капитале, то есть в железе. Когда уже это не просто наука, это не статьи, это не чертежи и не проекты, а это то, что реализовано уже в металле и то, что превратилось в машины. Вот эта наука, которая стала уже средствами производства, становится непосредственной производительной силой, и тогда рабочие, которые заняты непосредственно материально-производительным трудом, производят эти продукты. Но все предшествующие этапы, то есть наука, проектирование, конструирование, нанесение, исполнение чертежей и так далее, всё это совершенно необходимо. Как необходим труд по организации труда рабочих, а этот труд по организации рабочих состоит не в том, что организатор или управленец влияет на вещи непосредственно, он влияет непосредственно на рабочих. Или через многие звенья влияет на рабочих, а рабочие непосредственно производят. Вот все другие виды труда, которые связаны с производством вещей так или иначе, и этот труд, не являющийся производительным в плане, в смысле непосредственно производительного труда, непосредственно материальные блага он не производит, но они являются необходимыми для материального производства. Поэтому по отношению к ним можно только напомнить известное стихотворение о том, что мамы всякие нужны, мамы всякие важны, и не надо противопоставлять тех, кто научно ведет разработку какой-нибудь продукта, и того, кто делает проект или чертеж такого или иного станка, и того, кто работает. Противопоставления здесь не нужны. Это совершенно естественно и необходимое сегодня разделение труда, но это не освобождает нас от необходимости разделять труд физический, который производит непосредственно материальные блага. Но этот физический труд, конечно, требует и умственных усилий, и умственный труд, который иногда требует и физических усилий. То есть надо видеть, что это другой вид труда. Всего существует три вида полезного труда. Труд непосредственно материально-производительный, труд непосредственно направлен на человека, иногда его называют услугой. На человека какой может быть труд направлен? Труд по обучению, по образованию, по повышению и укреплению здоровья, по освобождению от болезней, то есть, скажем, труд медиков, врачей, медсестер и так далее. И труд непосредственно, основным результатом которого является переработка информации, выработка знаний или их переработка и распространение. То есть труд в сфере общественного сознания, в сфере идеи. Вот всего три вида труда. Первый труд непосредственно материально-производительный, труд, который является трудом умственным, но он направлен на человека. И труд, который направлен на преобразование форм общественного сознания. Вот, собственно, три вида труда, а дальше каждый, кто желает и кто уже хочет, может вести в профессиональное разделение внутри этих трех видов. Подробности смотрите в книге «Золотов, Попов. Философия производительного труда». Продолжение следует...